друзья всем привет с вами на геннадий стомин и канал добрый гена ну часть кухни мы уже сделали видео записали теперь я как и обещал покажу вторую часть нашего видео нашей кухни мы сделали кирпичики уже наклеили угол будет продолжение потом будет идти буазере метр примерно потом вокруг арки вокруг входа все это также сделано уже скотчем из кирпичиков свет уже поставить фарфорет сделан вот наш граф который помощник дал помогаешь помогаешь и потом также буазере идет идет такая колонна на которой будут потом большие часы висеть ну и тут уже соединяется вот с частью которого также сделали осталось только загрунтовать и покрасить так что показал что мы уже сделали скотча ну а дальше поехали все это мазать погнали смесь как обычно замешал полное ведро 20 литровое сделаю ее достаточно жидкой так как участок большой и чтобы она не успела загрустить ну и начал работу старался придерживаться толщины слоя где-то 0 5 основном использовал широкий шпатель я были места где приходилось работать маленьким шпателем в принципе ничего сложного самое главное это скорость так как раствор имеет свойства жизни и нужно его успеть и зарасходовать ну а дальше дальше самое интересное началось с помощью резиновых перчаток стал придавать фактуру раствором но и будущим кирпичиком также как и в предыдущий раз взял газету она дает определенный тоже эффект но и спустя где-то минут десять уже с помощью шпателя немножко все это пригладил в дальнейшем кстати я вот этот проем увеличил до потолка так как он мне показалось что он не очень смотрится ну и после того как уже пригладил шпателем начала дирать скотч хочу также отметить что толщина слоя 0 5 это не просто так если мы делаем больше то при отрывании скотча у нас получается большие заломы но и следовательно ну не то что некрасиво но просто более трудоемкой и зачем это нужно также и раствора меньше используется но и достаточно для того чтобы выделить эти кирпичики на стене делал три участка пока одно сохнет наносил дальше потом делал фактуру но и потом также поднял области камина стену до потолка так сказать чтобы выделить этот участок ну и считаю что получилось очень даже здорово наша стена готова сейчас необходимо где-то порядка 12 часов для того чтобы она полностью вся просохла там где слой поменьше она быстрее просыхает там где слой побольше подольше ну где-то в целом 12-16 часов вся стена высохнет после чего мы покроем все это грунтовкой дадим также все все этому высохнуть и также все это покрасим два слоя краской ночью рассказывать как обычно все это покажу расскажу поехали дальше ну сам процесс грунтования он несложный самое главное тщательно пройти везде чтобы штукатурка хорошо себя закрепила но и после этого дать просохнуть швы как обычно проходил кисточкой но и спустя два часа уже можно было начинать красить первый слой как обычно валиком начали но а швы также все это кисточкой спустя еще несколько часов я закончил всю работу и стал делать молдинги с помощью туслый ножик отрезал углы следовательно клеем все это проклеивал да он немножко подсохнуть чем трех минут согласно инструкции на после этого уже прикладывал к стене приклеивается очень легко ничего сложного немножко это все прижимал с помощью полотенца но и вытирал лишние излишки клея которые появляются ну и в принципе еще один момент который оставалось сделать это покрасить в один слой почему в один так как а вторым слоем это вместе с собой да будут обои поклеены то вторым слоем уже молдинг и обои будут покрашены друзья ну вот мы и закончили имитацию кирпичиков так сказать стиле лофт сделали молдинги покрасили их кирпичики все покрасили здесь вот этот участок этот камин следовательно будет также видео как я сделаю сам камин есть еще такие небольшие два участка слева и справа поклеим здесь обои под покраску без рисунка и покрасим их тоже запишу видео о том как клеить обои как красить обои ну и в целом вот немножко как я уже говорил изменить структуру ну точнее высоту кирпичиков вот ну и здесь также сделать такой небольшой участок также поклеим обои покрасим и будет так сказать декор такой небольшой несколько картинок виде там пока еще не решили он кофе еще чтобы такая зона у нас здесь сто мы стоять в общем целом получилось здорово вообще мне кажется отлично также возможно еще сделаю здесь короб хочу закрыть батарею ну это посмотрим потому что нам удобно мне полотенчик можно подсушить и так далее целом получилось я считаю здорово вся кухня уже сделана стиле лофт и следовательно мы скоро уже перейдем в коридор и начнем там делать но это другие видео и другое время всем пока подписывайтесь на мой канал все ссылки под видео удачи